Не давайте дезинформации ввергать вас в панику и в депрессию. Я четвертое же видео записываю, но все взбудоражен вчера был. Всего три простых действия, три кита, на которых держится иммунитет к дезинформации. Первое. Какая бы инфа не ввергала вас в шок, уныние и депрессию, проверяйте источники. Откуда эта информация берется? Не надо верить тому, что на заборе, даже если кто-то излагает по ютубу, как вчера я смотрел, очень убедительно, хорошо подвешенным языком. Ссылается этот человек на какие источники? То есть, чтобы это было авторитетное мнение каких-то людей, а не просто в стенгазете где-то там, я не знаю, из интернета понадергано. Да? Чтобы это авторитетные издания были там, New York Times какой-то, экономист. Ну, то, что вы уже годами проверенные издания, которым вы доверяете, вы видите, что они не врут, не целенаправленно, они вводят вас в заблуждение. Есть такие, да? То есть, остальное не слушайте, это шелуха. Это первое. То есть, проверяйте источники, на которые ссылается тот, кто вас пытается в чем-то убедить. Или смотрите, что это за источник, откуда вы там читаете, смотрите, слушаете. Это первое. Второе. Это насколько компетентен человек, который излагает вам какую-то идею, что русские наступают, что мы уже все проиграли, что мы разворовали у нас тут все в Украине, что некому воевать, ну и все что угодно. То есть, кто вам это говорит? Человек в этом деле компетентен. Он там, я вчера его смотрю, там, про войну рассказывает, он военный. Это военный, который там, допустим, сдреснул там два года, как с началом войны сидит за границей и оттуда вещает. Пусть он там кадровый офицер или кто угодно, но... То есть, он действительно на фронте, он это видит, он может рассказывать. Или вот как я вчера там в этих видео записал, то есть, если кто-то вам рассказывает, что я могу там... Пенгерскую рапсодию с листа забабахать. Посмотрите, пожалуйста, спросите у него, что такое басовый ключ. Это вообще он про золотой ключик Тортиллу и Дуримара думает про басового актера. Или про нотный стан. Ну, как-то есть возможность проверить же, да? Насколько компетентен человек в том, о чем он говорит. Или он рассуждает о войне, находясь где-то в Европе, там, смотрит это все по телевизору. И третий. Не поддавайтесь на такие построения конструкций, как речевых. Как все мы знаем, как всем известно, как давно все уже в курсе. То есть, это наиболее часто прибегают в этих заманухах, которые пытаются у вас какое-то мнение создать. Да? У вас о чем-то. Именно такие конструкции. Человек, который, там, что-то не знает и, там, свои мысли высказывает, он так и скажет. По моему мнению, мне кажется, да? То есть, после чего, ему, может сказать, кажется, креститься надо. Как часто и мне говорят. Это совершенно справедливо, да? То есть, ну, это так должно быть. А если человек говорит, как всем известно. Нет, не как всем известно. Скажи, откуда ты получил эту информацию? Наши там, наши разведывательные службы Украины. Где, какой конкретно чиновник этих разведывательных служб дал такую информацию? Где ее можно посмотреть? Опять же, чтобы это было не в стенгазетах вашего детсадика написано, а в каком-то правительственном издании, допустим, государственном. Или в авторитетной газете, я же говорю, уже иконалистом еще. Что такое? Все. Так вот это три кита. Ориентируйтесь на них. Авторитетность источника. Кто сам, кто излагает эту информацию? Насколько он компетентен в излагаемом материале? И третье, использует ли он конструкции такие, как вам известно? Хорошо, да? То есть я вроде успокоился уже после вчерашнего. А то мама мне вчера говорит, что ты даже в кадр не попадаешь, так психуешь, когда излагаешь это все. Но я просто был в шоке. Там человек... А я почему? Я четвертый раз видео записываю. Я обратил внимание на этого типа. Потому что мне о нем офицер, который со мной служил, он сейчас демобилизовался. Он говорил, посмотри, вот это толково все рассказывает. Я посмотрел здесь в минуту и сказал, что это заслонный казачок какой-то. Но то, что вчера этот тип излагал, он сказал, что 7-9 мая, то есть сегодня 9 мая, будет прорвана линия фронта там возле Харькова. С целью там Сумской области пойдут, окружат, заберут Харьков в мешок. А вот, кстати, да, и тоже проверяйте. Ну, то есть вы кого-то послушали, вам кажется, что он довольно там логично все излагает. Посмотрите, а его предсказания сбываются. Правда, ну, за него не будем говорить предсказания. Никто из нас не оракал, не основидящий, да? Посмотрите, вот 7-9 мая, человек назвал конкретные цифры, проверьте его на этом. Я вам скажу, кто... Вот я уже очень, 10 лет, наверное, уже проверяю так людей на достоверность информации экономической, прогнозы там, начиная от курса доллара, заканчивая там стоимость барреля нефти, газовый там начнется, война не начнется. То есть, кому стоит верить из тех, кого я проверял лично, это Рамиль Юнус и этот самый Агиль Рустамсаде, оба азербайджанца, ну, что сделаешь, как есть, так и есть. Да, так вот, и вот что этот тип рассказывает, которого я вчера увидел? То есть, на каком он это основании рассказывал? Он говорит, кабами прорвут фронт, там полутора тысяч. Ребятки, я просто вам объясняю, ну, по конкретным случаям. Вы не можете это знать, но, как бы, по вам кабы, как по мне, не прилетали. Но кабы, это, они не могут быть заброшены там сильно далеко. Чем тяжелее каб, тем вот эти крылышки, которые вокруг него там делаются, они меньше толку от них. То есть, тем ближе к линии фронта должен подбираться самолет, тем легче, и, скорее всего, мы его собьем. Понимаете? То есть, а там речь идет о том, что он говорит, там, F-16 придет, и аэродромы рассказывают о том, что мы F-16 под землю прячем, что чухняк, наверное, ну, я не знаю, опять же, но, по-моему, это такой чос. И он говорит, что тактическим ядерным вооружением будут бить по этим аэродромам. Я понимаю, что он людей просто в депрессии этим гоняет. А паника, что такое? Это не то же самое. Вот мне говорят, ты там какие-то сладкие там рассказываешь, там все время только оптимист, оптимист, оптимист. Очень важна разница, важна разница. Смотрите, одну и ту же информацию можно подавать разными способами. Одно дело, когда, я вчера, опять же, говорил это видео, повторюсь. Представьте, что вы на поле боя, вы видите, что на вашей позиции, ну, там, эти три российских танка, на украинские позиции. Одно дело, ты прибежал и сказал своему командиру, который должен принять решение, как с ними справляться, когда ты сказал, на нас приближаются три танка. Все, изложил факты, плохую новость сообщил, там, все, дальше командир решает. Это один вариант. Второй вариант, который я, в общем-то, стараюсь использовать, когда с вами сейчас общаюсь, с гражданскими, да, то есть, потому что я это в основном начал для матери, чтобы записывать, и она мне сейчас корректирует меня, что-то... Я объясняю, что я забежал и сказал, там идет три танка, у одного там динамическая защита на правом борту отсутствует, можно туда всадить, там, гранатометом, да. У второго, там, триплексы заляпаны грязью, можно его спереди, там, зайти, он у нас не увидит, подойти к нему, подобраться ближе. А на третьем, там, гусянка слабая, бревно кинешь, и она отвалится. То есть, та же самая информация, но уже я показал то, что мы, какую мы имеем возможность с этой негативной информацией бороться, да, понятно, разница между первым сообщением и вторым понятна. Я говорю абсолютно точные вещи, честные, там все присутствует. Я просто обращаю внимание на то, как мы с этой проблемой можем справиться, и какие у нас уже хорошие есть движения в этом направлении. И третий вариант, как вот этот вот вчерашний ютубер, там сотни тысяч просмотров, вообще десятки тысяч просмотров, я просто в шоке, как люди себе голову засирают. И ты забежал в этот окоп, и ты с перепуганными глазами, вместо того, чтобы сказать, что там три танка едет, ты рассказываешь о том, что там едет 15 танков, 16 БМП, десантники все и польские крылатые гусары. Ну, понимаете? Ну, это же раз, это вообще, это прибудет в панику, это не может твой офицер, там, командир принять верное решение. Это твои сослуживцы могут запаниковать и побежать просто, да, ну, не всех духа там хватает. Это вредительство, то ли целенаправленно, то ли такие новости давать, там, псевдоновости, конечно, понимаете? Ограждайте, если вы вот это как с пищей, сожрали что-то, у вас что-то высыпало на теле, посмотрите, что вы съели, понимаете? Наверное, какую-то не ту пищу, там, цитрусом пережали. То же самое и здесь. Если вам что-то вгоняет какая-то информация в депрессию, блин, у вас руки опускаются, вы посмотрите, какую информационную пищу вы употребляете. Может, это что-то такое, что, ну, целенаправленно вас травят, там, я не знаю, как мышьяком. Ладушки, не паникуйте, все будут Украины. Смотрите, я не знаю, Рамиль Юнус, Рустам, Агиль Рустам Заде. Вот это люди, которые прогнозируют, и оно сбывается. Нету хрень, блин. Кабами будут Западную Украину бомбить. Все будут Украина. Продолжение следует...